Особое мнение на 101FM Еще несколько статусов у Константина есть, но не будем тратить время на их перечисления Напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю вы можете задавать через форму анонсов на нашем сайте через мессенджеры, ватсап, вайбер, пожалуйста, номер телефона 8-900-9720-101-0 через наш канал в Телеграме Мы следим, правда, тут проблемы с интернетом, надеюсь, что они в процессе эфира закончатся Но мы с Константином, конечно, не пройдем мимо главной, наверное, темы прошлой недели Это история с полигонами Осинцы и непостроенным полигоном в Лубягине, который построен не будет, как стало известно И, собственно, вопросов, Константина, у меня сейчас два Ну, во-первых, очень резко изменилась риторика областных и региональных, и городских властей Не очень понимаю, с чем это может быть связано Потому что до последнего времени все говорили, что эти полигоны нам нужны Никакие решения судов, если мы говорим об Осинцах, на их судьбу повлиять не могут Будет все делаться, все юридические вопросы так или иначе разрешатся Потому что мусор из Кирова и из других районов нашей области куда-то все-таки нужно вывозить И вдруг раз, и резко меняется риторика С чем это может быть связано? И второе, естественно, чем, Константин, на ваш взгляд, это чревато? Чем это может грозить всем нам? Не окажется ли так, что однажды случится мусорный коллапс и прочие вещи? Я бы хотел начать даже с того, что я поздравляю активных граждан Я поздравляю активных граждан, тех гражданских активистов, которые очень долго били из Лубягина И они все-таки победили И это говорит о том, что наша активность, активность людей, она на сегодняшний день на первом месте отчасти И когда люди собираются не по одному, а собираются в какие-то сообщества, собираются в какие-то общественные движения И добиваются своих целей и задач, то эти цели и задачи решаются на сегодняшний день Это из последних активных примеров, это вот Лубягина Когда активные жители Лубягина и ближайших районов собрались вместе и решили эту ситуацию И добились от власти, добились от чиновников о запрете строительства на данной территории Данного мусоросортировочно-перерабатывающего комплекса Мусорного комплекса так называемого Да, мусорного комплекса вместе с полигоном Они молодцы, они это сделали И как бы это хороший показатель гражданской активности Если мы идем с точки зрения осенцов, то и там было очень много активных граждан Но с учетом той ситуации, которая складывалась Там собственно и судебные разбирательства были инициированы в том числе жителями и ДСАФ в свое время Да, там и жители инициировали, и граждане инициировали этим вопросом Я с 2015 года погружался и занимались этим вопросом И в рамках общероссийского народного фронта в свое время И там ситуация, конечно, этот полигон, он не должен был быть вообще И просто в свое время нас всех уверяло, Министерство экологии нас уверяло Что вот кроме этого полигона мы эту ситуацию никак не решим Именно с размещением твердых коммунальных отходов в Кировском регионе И вот только осенцы и больше ничего Но почему-то сейчас, на сегодняшний день, почему-то на той неделе Оказывается, есть варианты Оказывается, есть варианты, и они были и раньше эти варианты Но вот пока суд не поставил точку, пока суд не решил, что этот полигон незаконный До этого наши чиновники с Министерства экологии уверяли всех Уверяли всех граждан Кировской области о том, что только этот полигон и больше ничего Константин, у меня сразу же вопрос Ну, во-первых, мы точно пока не знаем Вот эти варианты, которые озвучены Это Зуевский, Уречевский и Слободской районы Те полигоны, которые есть, которые включены в территориальную схему Насколько их емкость позволяет свозить мусор из Кирова Потому что Киров все-таки это, наверное, муниципальное образование Которое больше всего мусора, отходов образует в нашем регионе Вот, на какое время их хватит, это раз Завтра я очень надеюсь, что представители Министерства экологии в нашей студии пояснят Все-таки, да, по планам своим, это первое И второе, а где гарантия, что там не будет точно такого же народного протеста? Ага, вот а где эти гарантии-то? А их никто не даст на сегодняшний день Я уже сейчас могу сказать, что по Слободскому району Так, кто-то внедряется в наш эфир, так Могу только сейчас сказать, что по Слободскому району, в районе Скокова Там вот где сейчас размещаются отходы, а это не полигон Это просто можно назвать свалкой с проектом 93-го года То там уже на сегодняшний момент, с учетом той информации, которая есть Которая приходит уже, появляются активные такие же граждане Которые категорически против размещения отходов вблизи их проживания Их деревни, там, не знаю, дома личного, да Давайте не будем забывать, что порядка в 9 километров находится Слободской От данного полигона, от данной свалки Я ее даже, я не хочу называть... Это сейчас не полигон Это не полигон Кто бы сейчас уверял, там, Министерство экологии у нас как любил, так и будут любить нас обманывать, да И говорить, что на сегодняшний день это полигон, он несен в ГРО, это свалка Это просто свалка, вы выйдете туда и посмотрите, как это все выглядит, да Это просто натуральная свалка То есть это не современный объект? Это не, ну, это проект 93-го года Так, понятно Какой это современный объект? Там не предусмотрено ничего практически того, что должно быть предусмотрено в современном объекте А в таком случае есть ли смысл радоваться, что в Слободском районе вместо Осенцев будет вот это вот место размещения? Я не вижу совсем радости во всем, что происходит сейчас и на сегодняшний день в нашем регионе в сфере обращения с отходами Тут просто нет радости Полигон Лубягина, более-менее, это место, которое можно назвать полигоном Это и действующий мы имеем в виду Полигон, его еще должны были закрыть в 19-м В 19-м году его должны были закрыть Про это неоднократно нам говорило и министерство Про это неоднократно говорил и Куприд Но почему-то он до сих пор существует и до сих пор работает Различными способами его жизнь на сегодняшний день пытаются оттянуть И сейчас это опять из этого полигона, из этого места пытаются сделать одним из центральных Так не сделают уже, уже отказались же Ну, как не сделают А куда возить-то будем мы пока? Нет, я про действующий Я не про именно территорию, я именно про действующий полигон Который в 19-м году еще должен был закрыться Но его оттянули до 20-го Так как там, ну, различными манипуляциями, да Я думаю, что этими же манипуляциями сейчас ему продлят жизнь до 21-го Путем там уплотнения и еще каких-то различных способов Вот, а потом вопрос стоит в Зуевках Зуевка Давайте, как бы, Зуевка там, там, да, там полигон Там, ну, я не назову это свалкой, это мусорный полигон, но тоже не Вчера его построили, он уже годами эксплуатируется И тот объем отходов, которые повезут с города Кирова Перераспределять с отцинцов Это просто-напросто в ближайшее время, ну, как бы, действия этих полигонов У них просто очень быстро сократится И районы, районы, мы же с вами, как бы, сейчас думаем только о городе Кирове Давайте подумаем о районах О тех людях, которые живут в Зуевском районе О тех людях, которые живут там, в Кирово-Чепецком районе, в Слободском районе Они лишатся, они лишатся в ближайшее время Тех полигонов, которые, по сути, их, ну, как бы, куда они могли размещать отходы И не один год еще могли бы размещать Но за счет отходов города Кирова Их просто эти полигоны завалят И срок службы этих полигонов сократится в разы Если бы они могли бы еще работать 5-10 лет То теперь они просто, если на год их всех хватит, это максимум Ну, в таком случае, должны же действия какие-то власти предпринимать сейчас уже А сейчас какие действия предпринимать? Ну, то есть вот в пожарном режиме было объявлено о том, что эти полигоны выступят заменой осенцам, да И мусор повезут туда Хорошо, хватит их на год, даже на два, даже на три Но там новый полигон, современный, большой, его ведь за год не построить На строительство нового современного полигона надо два года Примерно, да, сейчас, как мне известно, но я не вхожу там пока ни в какую рабочую группу при правительстве Как там гражданские активисты сейчас входят, как Валерий Семенищев Мне известно, что рассматривается несколько территорий Как Оречевский район, как Кирово-Чапецкий район, опять же, какая-то там территория Кирово-Чапецкого района, так и в Слободском Сейчас на сегодняшний день есть информация, но она еще не подтверждена, но сегодня вот ее прорабатывали, да, что вот как раз где полигон Скоково Где Слободской район находится, там уже выходят с предложением, кто-то выходит с предложением о том, что пересмотрите, ну, на общественное, не общественное слушание, а именно пересмотреть территорию в районе полигона Скоково По доразмещению мусороперерабатывающего комплекса Проще сказать, из действующей свалки путем различных манипуляций, какие можно это сделать, как у нас это любят делать, да, путем различной манипуляции из действующей свалки сделать уже объект размещения отходов с рекультивацией Нет, не рекультивация, реорганизация, можно так это назвать, да, и в дальнейшем, пройдя все общественные обсуждения, либо какие-то общественные слушания, изменения в плане данного сельского поселения, да, вот это там именно Демидовский, или как-то так он там, это сельское поселение, да, вот, и в дальнейшем там построить уже мусоросортировочный комплекс, который хотели построить Лувягина Сейчас этот вопрос, говорят, обсуждается, вот я думаю, что завтра, если захотят со стороны министерства, вам тут расскажут, какие у них планы, как они собираются это все реализовывать, но на сегодняшний день такой разговор ведется, что централизованно из Слободского района сделать какую-то такую свалку, можно так это назвать, да, потому что, ну, осенцы же никуда не делись, туда сваживали два года, да, уже свалка, уже мусорка Это уже полигон, вопрос, который культивировать сейчас будет, да, на этот полигон, у меня очень много вопросов Мы этот вопрос завтра обязательно зададим, да Понимаете, у меня очень много вопросов сейчас, на сегодняшний день, связаны с осенцами даже, не говоря уж о будущем, только по той причине, что осенцы, это действующий полигон, раз, осенцы, это полигон, у которого была инвестпрограмма, за которую платила вся область, каждый гражданин, и мы с вами заплатили за эти осенцы в рамках тарифа Да, инвестиционная составляющая, так называемая Да, да, кто возвращать собирается, во-вторых, сейчас ввелось строительство другой карты, куда вкладывались эти же деньги, которые получали в рамках инвестиционной составляющей из тарифа Как дальше с этой картой будут применять? Она же уже практически, как мне говорят, построена на 50-60% А я правильно понимаю, что решение о закрытии касается только той карты, которая сейчас работает, и которой были претензии как раз у судов? Я, как понимаю, полностью полигон То есть полностью полигон? Полностью полигон, потому что у нас... А кто же тогда будет оплачивать? И вторая карта на сегодняшний день входит в радиус действия аэропорта, который в Порошино находится А кто же тогда будет оплачивать-то все? Фу, кто же дальше-то будет это все? Вот завтра будут у вас здесь специалисты, эксперты и представители, чиновники Министерства экологии Так вы задайте им вопрос, а что же дальше будет с осенцами? Мы зададим, конечно Потому что сейчас владелец осенцов это общество с ограниченной ответственностью Все фамилии нам известны Которые, говорят, перерегистрировались уже в другой регион Которые легко могут перерегистрироваться в другой регион Которые легко могут поменять учредителя, собственника и директора, да И потом иди и ищи их Кто за что будет отвечать? Непонятно Одно дело решить сейчас, что да, давайте все будем перевозить, так как есть решение суда А другое дело, а кто же будет дальше нести ответственность за тот мусор Которые два года вывозили на осенцы У меня сейчас очень такой интересный вопрос, на который я пока не получил нигде ответа Что же будет дальше? Да, замечательно, дорогу построили, чтобы в лес ездить по грибам, по ягодам Но я не думаю, что в лес по грибам, по ягодам Люди поедут в район полигона, в котором складировался мусор два года А там порядка, на сегодняшний день порядка 400 тысяч тонн находится Но в любом случае строить дорогу для того, чтобы ездить по грибам и по ягодам Это не самое эффективное расходование средств, полученных от жителей И хотел бы я еще сказать Давайте не будем забывать, что наш тариф Одна из составляющих тарифов, за что мы платили За что мы платили и за что мы дальше будем платить Это транспортная составляющая И если весь транспортный узел был нацелен на полигон осенцы И примерно был расчет То теперь транспортный узел увеличивается в разы То есть километраж увеличивается Конечно, ну давайте так Соответственно увеличиваются расходы Мусоровоз возил в осенцы Он тратил, грубо там, час дороги туда-обратно Теперь мусоровоз, который из Кирова, поедет в Зуевку Он поедет в Зуевку, а до Зуевки туда-обратно мусоровоз затратит 3 часа Он затратит топливо, он затратит кучу-кучу всего Но вроде власти обещали уже, что на тарифе это никак не скажется Или представители Купри-то это обещали Вот сейчас, к сожалению, не смогу уточнить Это сейчас прямо с вами Это сейчас не скажется, потому что есть тариф действующий Никто его не сможет сейчас пересмотреть Никто не говорит, что в следующем году его не пересмотрят С учетом увеличения транспортной составляющей Да, из него могут вычитать инвестиционную составляющую Которая накладывалась в тариф Те деньги, которые были заложены на строительство полигона Да, его можно там посмотреть, посчитать Как-то странировать, какие-то варианты найти Но транспортная составляющая в этом тарифе Она тоже имеет большой момент и большой процент Поэтому сейчас ввести мусор в Зуевку Из Кирова Это будет очень-очень дорого И поэтому это все ляжет на наши с вами плечи Ну и не надо забывать о том, что опять же Вот эти полигоны, о которых мы говорим Это временная история, судя по всему То есть надо будет все-таки искать место размещения А потом там появятся инвестиционные составляющие А потом я хочу рассказать дальше А потом, когда в Зуевке полигон будет завален И он будет закрыт Из Зуевки мусор придется везти куда-то Куда-то, например, в Слободской район В Воричевский район Из Фатеева, например, придется везти Это опять все будет ложиться Если сейчас из Фатеева, например, возят в Зуевку Не так далеко Или из Зуевки возят прямо в Зуевку Из Киро-Чебецкой везут в Зуевку Это намного меньше Плечо будет длиннее Оно намного длиннее будет Путем вот этих манипуляций О чем мы сейчас с вами разговариваем И мы приходим к такому знаменателю Что у меня больше вопросов Меньше ответов И где все-таки были наши чиновники Где они были два года назад Три года назад Где Алла Викторовна Которая у нас министром Не вчера пришла на должность Чем она занималась Мне казалось, что люди все-таки надеялись Что как-то получится к соглашению какому-то прийти По осенцам И эта проблема не случится так остро Так пусть они надеются, когда они зарплату получают Они зарплату получают в срок, правильно? А живут какими-то надеждами Это неправильно Вот по моему взгляду Алле Викторовне Надо завтра же написать заявление На увольнение По той причине, что это ее действиями Довели его до этой ситуации Но она там не одна, наверное, решение принимала Я так думаю Извините, она министр Она министр, который решает все дальше Вы исполнители Пусть она принимает решение Мы завтра обязательно спросим у Минека Какие их расчеты, что они думают по этому поводу Ну потому что пока не зная о том Какие действия они предпринимали и предпринимают Наверное, еще преждевременно там, да Говорить о том А какие действия они предпринимают? Что они ничего не делают Они ничего не делают Но мы не видим, может быть, что-то делают Просто непублично Погодите Погодите. Если бы они что-то делали, то у нас бы с вами сейчас был бы новый объект, куда можно было перераспределять этот мусор. У нас же нет вариантов. Они только предлагают тот вариант на действующие объекты, которые уже там с 93-го, с 80-х годов работают. У нас ничего нового. У нас за этот период времени с вами в Кировской области, даже давайте мы берем 15 лет вперед. У нас за 15 лет один полигон действующий новый появился. Это в Оричах, когда строили Мирный. Там появился новый полигон. За это время, ну и Осенцы еще, который последний полигон. Все, у нас за это время был новых полигонов. Ну, еще где-то в Котельничевском районе небольшой полигончик там есть. За это время ничего больше не появилось. О чем мы с вами говорим? Куда мы этот мусор повезем? Некуда. Еще один вопрос, который я хотела задать в связи с этой ситуацией. Все-таки, Константин, не кажется ли вам, что вот это вот решение, резкое такое решение о том, что мы не будем строить Лубякино, мы закрываем Осенцы, каким-то образом было простимулировано не здесь, не в Кирове, а, может быть, там, на уровень выше, может быть, ПФО или Москва. И вся эта история, может быть, связана с теми протестами, которые мы сейчас, видимо, наблюдаем там, да, в разных регионах. Ну, условно говоря, мы видим Хабаровск, где причина другая. Мы видим Башкирию и Куштау, где тоже причина другая, но связанная с экологией там, да, и с мнением жителей. Мы видим Беларусь. То есть вот это вот протесты с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что вот тема экологии, да, она достаточно такая, ну, горячая и, возможно, ну, такая, как бы, протеста стимулирующая, что называется. Нет ли ощущения, что просто было, ну, не знаю, указание какое-то местным властям дано, что, ребята, пригасите, пожалуйста, все факторы, которые могут послужить причиной народных волнений, протестов и всего остального. Давайте, ну что, ну кто, какие у нас сейчас протесты-то? По осенцам давно уже протестов нету. Люди, которые по осенцам протестовали, они уж как год у меня, наверное, молчат. Ну так, периодически где-то проскакивают какие-то моменты, но уже они ушли в юридическое поле в рамках решения суда, да. Если берем протест Полубягина, так этот протест, он уже, ну, он уже был понятен в ближайшее время, что вопрос уже решен, что надо было дождаться просто каких-то там уже законодательных или юридических моментов, да. То на сегодняшний день вот путем вот таких же опять манипуляций, которые прошли на той неделе, в регионе еще больше протестов будет. Потому что сейчас, на сегодняшний день, да, как бы люди, которые, ну, как бы, прикинь, вот давайте к вам повезут весь мусор. Люди, которые не ожидали. Да, которые не ожидали, что к ним повезут вот этот мусор в этом объеме, да, они не больно будут рады таким новостям. И они, конечно, сейчас будут высказываться по этому поводу. Я не говорю, что они пойдут на митинги, я не говорю, что они пойдут там на пикеты какие-либо, ну, по крайней мере, они начнут высказываться. Ну, это будет проходить где-то там, далеко, не в Кирове. Ни в Кирове, ни в Радужном, ни в Осенцах. Будет, заместо Радужного появится Слободской, заместо Лубягина появится Скоковый, например, да. Как бы тут вопрос-то такой. Я сто процентов уверен, что это не вот эта вся ситуация, она не была откуда-то... То есть сверху не спущена? Не спущена, это сто процентов, да. Потому что у нас не было такого протестного движения в регионе, связанное с мусором, связанное с отходами. В последнее время Лубягина оно уже подутихло. Были выбраны представители от активных граждан, которые занимались этим вопросом. И такого уже не было. Но вот сейчас путем вот этих манипуляций, вот этих действий, вот этих высказываний, да, можно опять создать протестные движения. Можно создать протестные движения, опять новых активистов, которые появятся в этих поселках, в этих деревнях, в этой же Зуевке может кто-то появится, когда там повезут тоннами туда, да, или еще где-то. И здесь новая волна, она не за горами. То есть скорее в обратную сторону получается сработает. В обратную сторону. У нас почему-то наши правительства, наши чиновники, они не учатся на ошибках соседних регионов. Они не учатся. Они не смотрят, что было в Шиесе, например, да. Они не смотрят, что было в Башкирии. В Башкирии тоже там не сразу все начиналось. Там давно этот процесс шел, 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 шел. Но просто получился момент, когда уже было подписано документ, который давал право на разработку данного объекта, да, для данной организации. И тогда люди уже встали. Просто встали, они понимали, что их не слышат. И они встали и пошли на протестное движение. И здесь может также возникнуть. Пока-то все тихо, мирно. Ну, кто его знает, завтра вот осенцы 100% закрываются. Пока-то туда возят же мусор, да. Никому еще, сколько вот туда составы не пошли с мусором. Но завтра, послезавтра никто же не говорит о том, что туда не пойдут. И что люди не выйдут на улицу. Да, я 100% уверен, что нет здесь никакой Москвы в данной ситуации, нет никакого там указания сверху. Да, это просто внутренние моменты, которые были вовремя не проанализированы. Которые внезапно случились. Да, не то что, они просто грамотно, правильно, они проанализированы. Были, наверное, сделаны с пылу, да, как бы на каких-то эмоциях. И на сегодняшний день вот получили, что получили. Надеюсь, что эти эмоции немножко спадут. Будет более плотная аналитика произведена всей ситуацией, да. И немножко, как бы, все-таки задумаются, что такие поспешные решения, они не приведут к хорошему результату. В общем, будем ждать, конечно, что нам скажут власти по этому поводу. Потому что пока, ну, конкретики какой-то нет, а ее очень хочется. Константин Сичихин в нашей студии, эксперт общественной палаты в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Мы сейчас сделаем перерыв, чуть-чуть пораньше уйдем на рекламу. И вернемся уже с другими темами. Программа «Особое мнение» продолжается. Константин Сичихин в нашей студии сегодня высказывает свое особое мнение. Константин, эксперт общественной палаты в сфере ЖКХ и дорожного строительства, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор» и руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Я бы попросила вас, Константин, еще одну новость. В прошлой неделе прокомментировать кадровую такую новость, да, из мэрии города Кирова ушел главный по застройке, как его называют, замглава администрации города Роман Морозов. Покинул свою должность в администрации, он работал пять лет. И некоторые наши коллеги связывают его уход, ну, во-первых, с теми, ну, как бы, громкими уходами и увольнениями, которые были ранее. Ну, в частности, Ирина Рубцова ушла, да, мы помним, с поста руководителя управления градостроительства архитектуры. И еще с теми уголовными делами, которые были заведены не так давно. Ну, в частности, было дело по строительству, по вводу в эксплуатацию недостроенного здания в Нововятске, да, и у ФСБ проводило проверку в администрации, насколько я помню. Там ввели объект, который, ну, де-факто еще не был готов, да, а тем не менее ему выдали разрешение, один из объектов. Было несколько таких случаев. Ну, и вот, собственно говоря, два таких варианта. Как вам кажется, все-таки уход Романа Морозова – это такая история, ну, как бы, больше личная, не знаю, может быть, человек новую работу нашел, еще что-то, надоело ему, в конце концов. Вот, или же эта история может быть связана с какими-то вот такими движениями, которые именно с юридической стороны, там, с точки зрения нарушения закона и всего остального? Ну, я думаю, что это больше связано со вторым, чем с первым. Я не думаю, что ему надоело работать в администрации. Человек пять лет там проработал, и, наверное, еще бы там работал лет пять, потому что Роман Морозов, он такой лояльный чиновник, да, для многих руководителей администрации города Кирова. Что говорили, то и делал, да. И на сегодняшний день, как бы, его увольнение, оно больше связано, по моему счету, да, это вот как раз о том, что вы говорили по поводу Ноловятска, по поводу той ситуации, которая на сегодняшний день там ведутся следственные действия, как я понимаю, да, там, по поводу того, что Ирина Рубцова уволилась с администрации, и как раз Роман Морозов, он тоже один из участников, так это можно сказать, вот этого всего процесса Ноловятского, да. Ну, не мог не знать, что называется, да, 18-й год, два года назад. Я думаю, что они там все знали, он подписывает эти документы, да, у него есть право подписи, вот, поэтому он не мог не знать, он знал об этом, и поэтому администрация, ну, новый глава администрации, наверное, решил, что такие люди в его команде не нужны, да, вот, и попросил его уйти. И тем самым Роман Морозов на сегодняшний день, ну, официально после отпуска, как я понимаю, написал заявление на увольнение. Ну, мы можем только предполагать, разумеется, да? Ну, конечно, мы только предполагаем, с вами мы не констатируем, есть следственные органы, есть органы прокуратуры надзора, пусть они дальше разбираются в этой ситуации, и доводят до какого-то конца на сегодняшний момент, да. Все-таки в ближайшее время мы, думаю, более подробно узнаем, что там происходит и каким образом с этим всем связано. Да, есть ощущение, что вообще вот эта вот сфера, так скажем, да, если мы говорим о Кирове, сфера строительства, она, ну, расстрельная такая, то есть там вряд ли кто-то уработает долго. Так у нас не только в Кирове, у нас во всей стране сфера строительства, сфера выдачи разрешительных документов в городах, да, это такая расстрельно-коррумпированная должность, да, с одной точки зрения. Поэтому, как бы, не только Киров богат вот такими людьми, это куда ни зайди, в любой регион, там, где-то что-то, какой-то чиновник в свое время был либо уволен, либо посажен, либо по собственному желанию ушел в рамках какого-то скандального дела, да, это везде так было и будет, пока это не будет как-то не то, что там упорядочено, пока это не переведут какой-то в цифровой вариант уже, когда здесь рука человека не будет влиять никаким образом. То есть есть человек, он исполняет функции определенные? У него есть полномочия, он исполняет функции, у него есть функции выдачи разрешительных документов, у него есть функция, функция ввода в эксплуатацию объектов, да, и этим они могут манипулировать, этим они могут где-то там затягивать сроки строительства, где-то разрешать, раньше построить по времени, пока это будет происходить в нашей стране. Это же не только связано с Кировом, да, и как бы не хочу сказать, что вот Роман Морозов и все, он вот такой плохой. Нет, он, наверное, нормальный, лояльный чиновник, мы с ним не раз общались, как бы он понимал и понимает, что он делал на своем месте. Но вот как сложилось, так сложилось на сегодняшний день. Человек написал заявление, ушел. Может и правда где-то работу лучше нашел, но про это мне неизвестно. Хорошо, продолжаем. У нас не так много времени остается, 8 минут до конца программы. Я попросила вас, Константин, еще прокомментировать историю с кольцом, так называемой круговой развязкой на Коминтерн, на повороте на Макаре, то кольцо, которое было поставлено как временное, и которое в этом году должны были реконструировать. Я так понимаю, что достаточно большие работы там предполагались, и был победитель этого конкурса, если я не ошибаюсь, это ГДМС, да, но появилась новость о том, что не будет в этом году произведена. Вот этот вопрос официальный, я пока еще информацией не владею, если честно, да, по поводу, почему же такая отмена идет, да, знаю, что неофициальную информацию, мы сейчас этот вопрос вынесли на заседание рабочей группы по дорогам в общественной палате, это состоится как раз 4 сентября заседание, там одним из вопросов стоит, вот как раз вот эта ситуация связана с отменой объекта, который входит в рамках национального проекта безопасные качества автомобильной дороги, знаю, что пока администрация ссылается на плохое проектное решение проектировщиков, ну вопрос, когда у вас был проект на руках, когда вы с проектировщиками общались, да, почему вы раньше не нашли вот эти изъяны, как бы, да, вы же все-таки отторговали, и нашли подрядчика, который будет выполнять данные работы. И на дворе сентября. И на дворе сентября, но, как бы, насколько это может быть грозить нам в рамках национального проекта, да, если администрация в рамках своих полномочий сможет перераспределить эту сумму на другие объекты, либо на другие цели, предусмотренные национальным проектом, и реализовать это до конца года, то больших проблем в рамках показателей выполнения национального проекта мы, конечно, не получим, да. Да, это не, я не скажу, что это положительно сложится на имиджи, на общей составляющей, как регион в рамках национального проекта проходит. Но, как бы, каких-то там штрафных санкций мы можем не получить, потому что вот эти деньги, которые были выделены именно на данный объект, они могут сейчас перераспределить на другие объекты, ну, либо на другие улицы, либо именно на другие цели, там, по безопасности дорожного движения, к примеру. Заборчики поставить? Ну, к примеру, да, заборчики поставить. Ну, как бы, они перераспределили, перераспределили, места концентрации ДТП уменьшили, уменьшили, да, светофоры новые поставить, например, либо там где-то какие-то там цели, ну, сделать какие-то задачи, которые связаны с безопасностью дорожного движения, да, на пешеходные переходы. Ну, то есть, если мы эти задачи выполняем, то мы тогда в штрафниках не ходим, получается. Даже не эти задачи. Если мы эти деньги, которые были предусмотрены на этот объект, потратим в том направлении. В целях безопасности дорожного движения? Да, в целях дорожного движения, согласно требованиям нацпроекта, да. То нас не поругают. Нас не поругают. Но, опять же, вопрос, когда они это все успеют сделать, чтобы не получилось так, что, опять, даже заборчики в снег не пришлось устанавливать, да. Сейчас вот как раз мы на рабочую группу вынесли этим вопросом, чтобы уточнить в ближайшее время, какие планы у администрации по этой сумме. По этой сумме, которая была предусмотрена именно в рамках кольцевого движения. А отложить эти деньги на следующий год невозможно? Объект был непереходящий. Отложить их ни в коем случае нельзя. А где же мы тогда будем брать средства на этот объект, если мы решим его делать в следующем году? Ну, они, значит, в следующем году уменьшат какую-то степень затратки, которая у них была по 2021 году по безопасности дорожного движения, да, сделают в этом году. А в следующем году эти деньги на кольцевое движение потратят. У меня больше вопрос, понимаете, тут проблема в СМИ тут, в Кирово-Чапецке проходила. Даже не кольцевое движение на сегодняшний день, а улица Братья Восенцовых, в которой в Кирово-Чапецке была статья, там, одного портала из Кирово-Чапецкого, да, о том, что есть опасения по сдаче данного объекта. А оно реально есть, это опасения. Есть у меня, есть у экспертов, есть у представителей Федерального дорожного агентства, сейчас на сегодняшний день по поводу данного объекта, опасения реализации его, потому что оно переходящее с 2019 на 2020 год, и там работы просто-напросто не ведутся сейчас. Подрядчик Вят Автодор, как бы я каждый практически там раз в три дня мониторю эту ситуацию, там есть активисты в Кирово-Чапецке, которые смотрят за этим, присматривают, можно сказать, за этим объектом. И сейчас на сегодняшний день, вот по нему у меня больше опасений, что область там, деньги некуда будет перераспределять. Там переходящие объекты, и вот там такая ситуация не очень хорошая, что там требуется двойной контроль и понимание от региона, как они все-таки хотят этот объект доделать. На дворе напоминают, на носу, на носу сентябрь. На носу сентябрь, на носу окончание сроков реализации по многим контрактам. Многие контракты еще, ну есть ряд контрактов, которые не реализованы, да, и как бы интересная пора наступает, жаркая. Три минуты у нас остается очень коротко. Константин попросил бы вас прокомментировать планы областных властей по созданию единого перевозчика. Все-таки Александр Чурин, председатель правительства, сказал, что, видимо, в следующем году он появится. Напомню, ранее говорилось, что это объединение двух предприятий АТП и КПАД. И Чурин заявил о том, что область, как я понимаю, будет закупать порядка 600 новых автобусов, низкопольных, с кондиционерами большой и средней вместимости производства компании «Русский автобус». Давайте так вот. Выглядит очень самая. Я хочу начать с конца. «Русский автобус» не является производителем автобусов. «Русский автобус» — это дилер. А, это поставщик. Это вот как бы вы пришли в автосалон, захотели купить «Ниссан», но покупаете там у дилера, да? Вы же не у производителя. Ну, возможно, журналисты ошиблись на самом деле. Ну, возможно, журналисты, может еще кто-то. «Русский автобус» — это дилер. Он может продать нам автобусы, ну, там, производителя «ГАЗ», «ЛиАЗ» или еще кого-то, да? Вот, потому что, ну, я во всех пресс-релизах видел, что там «Русский автобус», производитель. Во-вторых, 600 автобусов — это колоссальные деньги. Это более 4 миллиардов рублей. Где они такие деньги возьмут? Опять же, вопрос. И вот по поводу вот этого, этой информации, как и по поводу информации, связанной с ТКО, больше вопросов, чем ответов. Потому что нам обещали еще в том году сделать уже общую, ну, как бы, единого перевозчика, да? На дворе уже год прошел, про единого перевозчика опять говорим на 2021 год, да? По поводу 600 автобусов, да, их возможно закупить, но я не думаю за средства федерального бюджета, но там нет низкопольных маленьких автобусов небольшой вместимости. Там только большие автобусы, да, и такого количества никакой... Здесь-то как раз про большие говорится, не про баллы. Да никакому региону такие автобусы не поставят такому количеству. Ну, чтобы вы понимали. Вот сейчас я в Перми недавно был, с министром транспорта общались там по поводу у них. Они вошли в эту программу, они выиграли. Им 111 новых автобусов поставляют на газомоторном топливе. 111. 111. Не 600. Перми. 111. Это и то максимальная цифра в региону, которому поставляют столько бы такого количества автобусов. А остальным регионам, которые там порядка 8 регионов в рамках данной программы, которые на 20-й год выиграли, да, то им там где-то 60, где-то 80 обновлений автопарка идет. Но нет такой цифры 600. 600 это, понимаете, как бы, блин, это надо целое производство автобусного завода перенаправить на Кировскую область. Да, эти 600 автобусов можно закупить там в течение 50 лет. Да, ну не говорится, что это все единовременно будет покупаться. Но программа-то, чтобы закупить это все в рамках одной программы и в рамках там финансирования федерального, да, там только на небольшой объем выделяются деньги. Например, там на 100 автобусов. Как защитились, как доказали, что им нужны эти автобусы. Но никто на 600 нам деньги не выделит. Сказать, что нам надо, да, нам надо 600 автобусов. Я буду рад, если у нас регион закупит 600 автобусов, и вот 600 новых автобусов будет по Кирову, там, по Кировской области ездить. Будет чем гордиться. Но в следующем году это маловероятно, вы считаете? Да. Да. Константин Сичихин, мы на этом должны заканчивать. Да, особое мнение наше время в эфире. Истекает. Спасибо большое. Эксперт общественной палаты в сфере ЖКХ и дорожного строительства, член общественного совета приросавтодории и руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Рабочая группа 4 сентября собирается. Будут новости. Обязательно расскажем. Спасибо и до свидания. Особое мнение на 101FM